Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры. И сегодня, как и обещал на предыдущем уроке, мы должны разобрать тему присутствия или отсутствия. Я не ошибаюсь. Вроде бы как тема должна быть отсутствия шхины, отсутствия Всевышнего в храме, но мы увидим, что есть комментаторы, которые не соглашаются с такой позицией. И, в общем-то, это не спор между комментаторами, а разный подход или разный взгляд на то, что есть шхина или какие ее проявления бывают в нашей жизни. О том, как выглядела шхина, или какое было ощущение в самые лучшие времена, когда весь мир, все человечество дошло до своего пика, вместе с царем Шоломоном, народом Израиля и возведением первого храма. Можно прочитать в книге Деврей Ямим. Деврей Ямим, вторая часть, седьмая глава. Вот что там сказано. «Когда закончил Шоломом молиться, то огонь сошел с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что наполнила слава Господня дом Господень. И все сыны Израиля, увидев, как огонь и слава Господня спустилась на дом, пали ниц на помост и поклонились, и слава словили Господа, ибо Он благ, ибо вовеки милость Его». Вот мы видим, какое было проявление, почти материальное проявление, ощущение. Люди не могли находиться там, коины не могли находиться внутри Гейхальда, внутри строения Бейта Микдаша. И, разумеется, всего этого не было во втором храме. Как произошло, что произошло перед разрушением первого храма? Куда исчезла шхина и когда? Вместе с разрушением храма или ранее? Гораздо раньше этого? Говорят наши мудрецы в тратаре Роши Шана. 31 лист, первая страница. «Десять массаот, десять путешествий или передвижений совершила шхина, пока не удалилась на небеса». Говорится там сначала, что она была над Капорет. Капорет – это крышка Ковчега Завета, железная, золотая крышка с Крувим. С Капорет на Крувим, с Крувим на Мифтан. Мифтан – это порог, то место, где входят святая святых. С Мифтана в Хацер, то есть там, где стояла Менура, там, где стояли Шурхан и другие, что там было еще. Маленький золотой жертвенник, переносной для воскурений, то есть внутренняя часть. С Хацера она перемещалась на Мизбеах, на жертвенник, то есть уже внешний жертвенник, на котором приносили жертвы. Мы видим, как путь удаления шхины, как шхина покидает храм, покидает народ Израиля. Из Мизбеаха на Гаг, с жертвенника она переместилась на крышу самого строения Бейта Мигдаша. С Гаг ле Хома, с крыши она переместилась на стену, со стены в город, Михома ле Ир. А с города, вдруг мы видим, она возвращается на Гаг, вдруг вновь на крышу. То есть шхина как бы не хочет покидать храм шхина, еще надеется на то, что евреи, Эхзарубичува, евреи, раскаются в своих грехах и не придется покидать храм, не придется отдавать его в руки врагов, чтобы они его разрушили. И тем не менее после этого вновь она покидает Гаг и из Гага уходит в Мидбар, в пустыню. С крыши она покидает, уже перелетая через стену, она уходит в пустыню. И говорят наши мудрецы, есть спор в разных источниках, в Талмуде и в Мидраще. В Талмуде говорится, что шесть месяцев ждала шхина в пустыне, пока что не сказала. «Пойду-ка я и вернусь на свое место, на небеса». Есть мнение, что три с половиной года в предисловии Мидра-Шраба к Мигилат-Эйха, там говорится, что шхина находилась три с половиной года в пустыне, пока не вернулась на небеса. Кто стал причиной того, что шхина гораздо раньше, чем был разрушен сам храм, начала покидать это самое святое место на земле и центр нашей духовной жизни. Три царя, как известно, после разделения, уже во времена царя Шломо, разделение государства Израиля на две части, из двух колен, колено Иуды и колено Бениамина, одно государство с Иерусалимом в центре, и десять колен на севере страны, от центра и до северных границ Израиля. С того момента в северном царстве практически сразу перестали соблюдать Тору, по причине того, что нечестивый царь решил создать золотых тельцов, поставил их в разных местах на севере и на юге, и в Байтеле, и в Дане. И там, туда ходили люди поклоняться, об этом говорится подробно в книге царей, об этом рассказывается, рассказывается там, как было все продумано с точки зрения психологии, с точки зрения любви евреев к традиции, так вот, как было все подстроено, все сделано очень, стало быть, похожим, то, как, например, в нашем государстве здесь было, почему называется сионизм, сионистское государство. Потому что евреи, те, которые создавали это государство, знали, что большинство или много евреев, которые сюда приедут, они или для того, чтобы привлечь евреев, которые жили в Восточной Европе, которые были в основном религиозными евреями, чтобы привлечь их сюда, нужно какое-то название, нужно какое-то имя подобное, похожее у каждого еврея было. В молитвеннике написано, и вот, вернемся мы в сион, приведу я вас в сион, поэтому и придумали название этому движению для того, чтобы привлечь евреев сюда. Хотя, в общем-то, с сионом особенно ничего, немного общего у того, что происходит сегодня в светском государстве. Так и там подробно разбирается, как были придуманы праздники, как было все подставлено, как было все подстроено. И евреи очень быстро оставляют в Тору, евреи, десяти колен. И, в общем-то, там сразу же начинается идолопоклонство, и так это длилось практически до последних царей. Что же было в Иудее? В Иудее было положение гораздо лучше, и в большинстве своем цари были праведные, соблюдающие Тору и традицию. Но и отличились там особенно нечестивые цари, таких было тоже немало, и рассказывается о том, что три царя. В строке Сангедрин, 103 лист, страница вторая, рассказывается о том, как Ахав установил Песель, установил идола на ступеньках храма, а его уже последователь, в более позднее время Минаши, он установил Песель, идола, в самом здании храма, и его сын Амон, он переклюнул всех, он поставил в святая святых. И сказал Всевышний, если так, то если у вас есть Авдазарай, если вы сюда устанавливаете какого-то идола, значит, мне здесь не место, мне здесь делать нечего. Поэтому Шхина покинула храмовую гору, покинула храм. Но так ли это было до конца? То есть, правильно ли так утверждать, что Шхины на этой горе нету больше? Нету там святости, нету вообще никакого присутствия присутствия или проявления Шхины. Я не знаю, где это написано, то есть, я слышал, где это написано, но я не видел это своими глазами, поэтому ответственность не несу, но как-то я был в гостях в Сан-Реде Мурхеве, там, где жил когда-то, и как-то он угостил там одного человека на субботу, и зашел еще к нему какой-то другой еврей, достойный в гости, и он сказал, ты знаешь, он пытался нас уговорить пойти вместе с ним к котелю, было, по-моему, дождливо и холодно, в общем, и поздно хозяин там, где я гости не согласился, но тот среди доводов, тот человек, тот еврей среди доводов, который он приводил для того, чтобы убедить нас, насколько это важно пойти в субботу к котелю, он сказал, что котель, вот так написано, взор, означает, почему название котель? Вот мы читали все время хома, 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 вот здесь вот даже в их море, в Рошишана, который мы приводили, где говорится о десяти путешествиях, или десяти перемещениях шхины, говорится, с гаг, с крыши, перешла шхина а-ля хома, она же дала на стене, почему же вдруг единственное, то, что осталось от стены, ее вдруг называют не хома, а котель, западная стена плача, он говорит, что в книге Зора написано, что котель, ко, можно, если разделить слово из четырех букв, если его разделить посередине, то получается хав, вав, ко, хав, вав, две буквы, хав, вав, это также в гемат, под гематр 26, известно, что 26, это одно из имен Всевышнего, 26 букв, на 72 букв, иная, говорит, вся Тора, это одно целое, огромное имя Всевышнего, есть много разных вариантов, и разных проявлений, как он проявляется в нашем мире, имя, которое выражает его проявление, какое-то в этом мире, вот, котель, хав, вав, 26-ти буквенное имя, никогда не удалится от этого теля, тель, последние две буквы, это холл, ну, это он сказал, не знаю, глазами своими не видел, написано, наверняка написано, но мы еще попытаемся привести другие доказательства того, что Ашхина никогда не покидала храмовую гору, и она там сегодня находится, и не просто так мы ходим туда, посмотреть, как на какой-то атар археологии, какой-то наш памятка, памятка истории, не дай Бог, такое отношение, мы туда ходим, потому что мы чувствуем, что усиляемся там, усиливаемся там, поднимаемся немножко, поднимаемся в духовности своей, все люди там очень чувствуют подъем духа, после молитвы, после посещения на праздники, или кто, как, сколько, ему получается у него ходить туда, рассказывают, что к Раф Шлома Заман Ойрбаху однажды пришел, Раф Шлома Заман Ойрбаху был один из Гдолиадор, во времена Рафа Шаха, во времена Стайплера, и к нему пришел, значит, Раф Шлома Заман Ойрбаху был приглашен в Байтваган, одну из очень хороших, лучших шхунот районов, религиозных районов Иерусалима, и там есть одна из известнейших ешив, старых и известных ешив Израиля, Кольха Тора. Я молюсь, например, в Кирецефере, где я живу, я молюсь в синагоге, которая построена и создана выходцами, то есть учениками, выпускниками этой ешивы из разных поколений. И вот Раф Шлома Заман пригласили туда быть Рошей ешивой, и однажды к нему пришел Бахур, ученик ешивы, и спросил Раф Шлома Зама Нойрбаха, вот я 30 дней не был возле Котеля. Есть известная Аллаха, что если ты закон, что если ты не видишь что-то, какое-то количество времени, нужно говорить благословение. не видел море 30 дней, а так нужно говорить Баруха Това Шемел, а Кейну Мелеха Улам, Абуре, Аям Агадоль. Есть мнение, что говорят, что Ям Агадоль, большое море, это океан, а не Средиземное море, и уж тем более не Азовское. Но тот, кто не видел год своего друга, чуть ли не может говорить, там, Мехаэм и Тим, ну и, соответственно, и тот, кто не был возле Котеля, возле Стены Плача, больше 30 дней, или 30 дней, он должен делать Крия. Крият, рвать рубашку, поэтому есть многие, сегодня это не наш урок, не урок по Аллахе, какие есть трюки, менять, продавать свою рубашку на время посещения Кота к другому, мол, как я буду рвать рубашку, я же ее продал другому, поменялся вот на какое-то время. или некоторые одевают действительно старые рубахи, которые, ну, так еще прилично выглядят, но, в общем-то, не жалко ее порвать и делают настоящий разрыв, надрыв, как будто бы в знак того, не как будто бы, в знак того, что мы, Авелим, мы находимся в состоянии траура по, по тому очень дорогому, что мы утратили, и вот он спросил, вот я, нужно ли, есть разные мнения, есть мнения облегчающие, что может быть и сегодня, и не нужно, и как-то можно обойти эту тему. Яраб Слава Замон, он тогда ответил этому парню, тот, кто живет в Иерусалиме и не ходит, целые 30 дней не посещает котель, тому крия, то есть разрыв одежды, уже не поможет. Так вот, есть стих, есть стих, в котором говорится, «Вааю эйнай и люби шам колаями», стих из книги царей, в те стихи, в которых мы, в которых говорится о днях, тех светлых днях, когда храм начал свою работу, когда Шломо запустил храм, была Ханукат Абайт, и Всевышний пообещал, что будут мои глаза, «Вааю эйнай в люби», будут мои глаза, глаза Всевышнего и сердце Всевышнего колаями в этом месте все дни. Вот вам, пожалуйста, стих, из которого следует, что Всевышний обещал, что он не покинет эту гору. Как же мы читали из трактата Рошеншана, что Хришхина покинула народа Израиля, покинула прежде всего храмовую гору. Также из слов Корыша в предыдущих главах мы учили, Корыш говорил «Всевышний, который обитает в Иерусалиме». Он тоже знал, что он говорил. Правда, скажем, ну хорошо, Корыш для нас не авторитет, но слова-то эти писали. Писал Эзра, слова-то эти писал Нехемия, потому что и книгу Эзра, и книгу Нехемии, больше ее часть написал Нехемия. Он-то знал, что он говорит. И если он это написал, значит, он не видел правильным, не видел верным исправлять слова, неверно сказанные Корышем. Так, например, в книге Даниэля, в третьей главе, рассказывается о том, когда, ну, знаменитая история о Ханане, Мишаэле и Азаре, которые готовы были пойти на смерть, ради того, чтобы не было даже опасения, что евреи служили всеми каким-то идолам. То есть, там была поставлена в долине Дура огромная статуя, и статуя эта не представляла из себя идола, но выглядела как идол. Акт повиновения. Вот все, что требовал Навухаднецер от всех представителей всех народов, по три представителя от каждого порабощенного его им народа. И можно было, может быть, и поклониться. Потому что это, как знаете, в Киеве на поклонной или какой-то там горе на Кручах, на Днепроме, такая ее называют «железная баба». Огромной высоты, метров 30, наверное, если не больше, из алюминия. Это символ победы над нацистской Германией во Второй войне, память павшим героям. Ну, поклониться ей в честь память из-за уважения к величию государства Вавилонского. Я уже перехожу обратно к этой статуе. Но три великих еврея Ханания, Мишеля и Азария решили, что они готовы пойти на смерть и быть брошены, и сгореть за за Всевышнего, чтобы... Потому что другие могли, евреи в том числе, могли расценить этот поступок как все-таки поклонение статуе. Потому что на выходной церковь во сне своем видела, что только голова будет золотая, которая олицетворяет Вавилон, а все остальное будет медное, бронзовое, медное, железное. И многие вообще, часть ног, часть пальцев были глиняные. И он все равно вопреки Всевышнему, в пику Всевышнему, сделал всю статую из золота. Из золота, как раз принесенного из храма. И это могло быть расценено как идолопоклонство. И они готовы прыгнуть в яму и сгореть за Всевышнего, за нашу веру. Они падают, их бросают в эту яму. И очевидно, что это была не печь, а действительно яма. Потому что на выходной церкви, находясь на каком-то возвышении на своем троне, наблюдает за всем происходящим. И вдруг он произносит такие слова. Вот я наблюдаю за тем, что происходит в этой яме, которую разожгли, растопили до такой степени, что люди, бросавшие, толкавшие Михаэна, Ханани, Мишуяль, Виазари, они сгорели буквально от языков пламени. Если вы в Израиле бываете, бывали на огромных кострах, которые делают когда я учился в Яшиве, еще в Бнойбраке были пустыри, сегодня они уже все застроены. Там были в 3-4 этажа, в 3-4 этажный дом возле Бейт-Яаков Гурск, Гурских девушек. Там все возле семинара, на этом месте были огромные пустыри, там были такие огромные костры, что подойти на 50 метров невозможно было, так жар обдавал. В Кириоцефере много таких пустырей, и там еще можно это увидеть и ощутить в каждый лаг Баомера. Так вот, эти люди сгорели от настолько мощного пламени, те, которые толкали трех праведников еврейских в эту яму. И вот Набухаднецер наблюдает за тем, что происходит и говорит, странно, бросали троих, а вижу я четверых, и один из них подобен сыну Всевышнего. Спустя три стиха, это, по-моему, 24-й стих или 25-й, спустя три стиха, 3-я глава, 28-й стих, там, говорится, уже на выходной произносят другую фразу. Вот я вижу четыре силуэта, которые ходят в огне, и один из них похож на ангела Всевышнего. Вот говорит Медраж, что в тот момент, когда он произнес, сказал, один из них похож на сына Всевышнего, то есть он видел по какому-то, по каким-то внешним признакам, что это не совсем человек, сияние, прозрачность, излучение какое-то, аура, не знаю, что он там видел, он ощущал, что это необычный человек. Когда он сказал, что это сын Всевышнего здесь, к нему подлетел ангел и дал страшную оплеуху, оплеуху ему дал, смотри, ты что, можно так говорить, у Всевышнего могут быть дети, у Всевышнего мог быть сын, Всевышний не нуждается в этом. Народ Израиля, да, дети порождения Всевышнего, те, кто принял его, Тору, но не сын рожденный Всевышнего, этого быть не может, но и поэтому он исправился, исправился, и уже потом говорит, да, один из них похож на ангела Всевышнего. В общем, если Нехемия не исправил, к чему все это рассказывал, если Нехемия не исправил слова Корыша и сказал, что вот Корыш произнес, я отсылаю евреев, чтобы они возводили храм в Иерусалиме, там, где обитает Всевышний, то он знал, что он говорит. И Нехемия с ним согласился, если записал это так. Ну а еще один источник, который не совсем источник, а намек, это Медраж Раба на Широ Ширим, где говорится в стихе Широ Ширим, вот он стоит за стеною, за стеной плачет, и наблюдает за нами сквозь щели. Всевышний здесь, он здесь, он здесь в Иерусалиме, он здесь в храмовой горе. Понятно, что он наполняет весь мир, но вот то особое проявление, то особое наполнение Шхины, как Шхина наполняла когда-то первый храм, это какое-то его проявление, какое-то его присутствие есть, оно осталось там. И вот он смотрит на нас из сквозь щели. Так что же, у нас есть несколько источников, которые нам говорят о том, что Шхина удалилась. Другие источники, как раз стихи, более авторитетные, чем Вавилонский Талмуда или Медрашин, говорят, что Всевышний вроде бы как находится здесь, точно находится, и нам нужно разрешить это противоречие. И отвечают наши мудрецы на это так. Есть Рабейну Бахья в книге 26 глава 27 стих, в том месте, где Рабейну Бахья объясняет, рассказывает о 70 душах, о 70 евреях, которые спустились в небольшой семье, которая спускается в Египет и которая выходит оттуда в составе нескольких миллионов человек. И главное это 600 взрослых мужчин, 600 тысяч взрослых мужчин возрастом выше 20 лет. И Рабейну Бахья объясняет так, что шхина зачем нужно было вводить туда народа Израиля, вводить туда семью, развивать его. Нельзя было, может быть, эту семью как ввели, потом и вывезти ее оттуда и дать им Тору уже где-нибудь в святой земле. И Рабейну Бахья говорит, что шхина самое высокое проявление, самое высокое присутствие шхины, самое качественное присутствие шхины ее проявление в нашем мире может быть только при присутствии 600 тысяч евреев. Вот когда эти Шишимри Бо 60-10 тысяч вышли из Египта только тогда, то есть Сиришник как бы ждал, он развивал народ Израиля, порождал его, увеличивал его, и только когда он дошел до такого количества, только тогда он вывел его из Египта и только тогда было возможным даровать Тору на Синайской горе. Но это самое высокое проявление, то есть дальше уже сколько бы евреев не было, и бля, а инорад, пусть будет все больше и больше, но вот более чем то Ашраад Шхина, присутствие нахождения Шхины в нашей среде, больше чем среди 600 тысяч евреев, более качествен не может быть, а меньше может быть. Ирабейн Бахи говорит, может быть, и когда есть 40 тысяч человек, как вы думаете, почему он говорит именно эту цифру. Понятно, Зрубавель пришел в составе, с группой в составе 42 тысяч человек, чуть более 40 тысяч человек, и что не было среди них Шхины, была, говорит, Рабейну Бахи. Более того, в Перке, вот мы знаем, двое евреев, которые сидят и разговаривают между, говорят, Диврей Тора, разговаривают о Торе, Шхина присутствует среди них. И один еврей также у него, и там тоже есть Шхина. А представляете, есть известная Аллаха, которая в основном в литовских синагогах, можно ее увидеть в реализацию, когда человек молится, и сзади остается четыре, за ним молится другой еврей, который еще не закончил Шмуна Исре, молитву Амида, 18 благословений. Так известно, говорится, что Шхина спускается в его, далит амод, в четыре локтя вокруг него. Причем, там делается не круг, а, говорят, нужно провести четыре, вот если я стою здесь, два локтя, четыре локтя сюда, два метра сюда, два метра сюда, в общем, в каждую сторону, и получается, что по диагонали мы еще выигрываем, потому что диагонали от меня, до угла, получается, еще лучше, еще дальше, угол, в эту территорию, если виртуально ее вычислить, прочертить, нельзя заходить другому еврею, поэтому все оглядываются, написано, вообще не нужно оглядываться, чтобы не мешать ему, не сбить его каванот, не сбить его мысли, только так вот боком посмотреть, боковым зрением, ну, как, где он там еще двигается, вот так, значит, он, значит, наверное, молится еще, да, если он уже стоит как-то ноги, ноги оторвал от своего местонахождения прежнего, да, значит, можно, скорее всего, он уже закончил молитву, говорят, шхина спускается к одному еврею в том месте, в том месте, он молится, вспоминайте книгу Шмуэль, написано там, что, значит, так, когда Хана приводит своего двухлетнего сына Шмуэля, начинающего пророка, или подающего большие надежды, и он там сразу устроил переполох, потому что проявил свои великие знания в Торе, и указал кое-что, что не нужно, сказал, что то, что говорить не нужно, и Эли Акоин вообще хотел его, ну, убить он его не мог, но он говорит, я ему не прощу это, первосвященник, а Всевышний с небес на него что-нибудь потом пошлет, а я помолюсь за другого сына, и тебе Всевышний пошлет другого сына, и вот она начинает кричать, мама Хана, получившая ребенка спустя 20 лет бездетности, она кричит, и какого ребенка, который в два года уже показывает знания, как будто бы он к доля дор, она кричит, а не, а еще, та женщина, которая молилась с тобой, которая молилась с тобой, теперь, слово там, имха, написано неправильно, потому что, имха там с буквой с буквой гей в конце, нет, а не еще, там написано, там написано буква гей, а должно быть в конце не написано буква гей, буква гей, гематрия 5, и получается, что она как бы намекает, там, пролог Шмуэль, который написал эту книгу, знал, как правильно писать, и Тосфот объясняет в трактате Брахот, что она говорит, я молилась с тобой, я когда молилась, и ты сидел рядышком возле меня, просто уже, мы закончили трапезу, это было в Шавуот по одному из мнений, более распространенному, и я потом пришла, приблизилась как можно ближе к Мишкану, и ты сидел в это время там, и я молилась у входа в Мишкан, а потом вдруг ты своим пророческим даром почувствовал, что спустилась шхина, я еврейка, которая молюсь, и значит, в мои дали там, в четыре локта вокруг меня спустилась шхина, и ты встал, сидеть там нельзя, поэтому из-за того, что ощущение, что святости шхины, которая спустилась, вокруг меня, ты встал и вышел в пятый локоть, то есть ты вышел на разрешенное расстояние, но и там уже можешь делать, что хочешь, ходить, сидеть, и так далее. Итак, что мы видим? Один еврей, два еврея, десять евреев в Миньян достаточно для того, чтобы донести, создать такой мощный ракетоноситель из наших молитв, чтобы они донесли любую молитву каждого из десяти на небеса. Сорок тысяч из десятых. То есть, говорит, Рабейну Бахи, смотрите, господа, шхина всегда присутствует, она всегда может быть, она может проявляться. Только это разные степени проявления, разный доргот, разные уровни ее, ощущения, проявления. И потом он касается нашей темы. Он говорит, Рабейну Бахи, что была шхина во втором храме, но она проявлялась не постоянно. Иногда ее ощущали, как и в первом храме, иногда не ощущали вообще. А иногда она, может быть, и была, но в слабом проявлении. Таком, что мы и не видели, и не ощущали вообще ее. Не постоянно и в более слабых проявлениях. Это объяснение. Итак, шхина была, шхина есть, шхина будет. Я бы добавил от себя, что и по тому мнению, что Раби Шиван Бар-Юхай, что Ковчег Завета находится в недрах храмовой горы, так и то место, где это Капор, там мы читали, что шхина поднялась на небеса. Но тот источник, тот как говорит Анецив, и многие комментаторы в разных местах о том, что в принципе, что такое был храм. Храм это было то место, которое ограждало и было создано для того, где был Гейхаль. Гейхаль святая святых. Святая святых внутри Ковчега. А Ковчег Завета это место, где находятся скрижали Завета. То есть, скрижали Заветы и вокруг них все, вокруг них все вот слои разные материальные и духовные построения. Все это вокруг. Ковчега Завета. И все это есть, все это есть в святой храмовой горе. И просто так нам нельзя подниматься на храмовую гору, несмотря на то, что вроде бы храм разрушен и вроде бы там нет жертвоприношений и службы, но храмовая гора продолжит обладать своей святостью. И тот, кто поднимается на нее, получает за это карет. кроме тех, кто приносит жертву общественную. Например, Корбан Песах. Потому что есть известная Аллаха Тума утрабы цибур. Тума разрешена, то есть, мы все обладаем сегодня нечистотой тмеймед, то есть, как будто бы мы ходили на кладбище, как будто бы мы заходили в то помещение, где был труп или участвовали в какой-то похоронной процессе, и все эти люди обычно приобретают статус тмеймед, обладающий тумой, нечистотой мертвого и от мертвых. И такому человеку нельзя подниматься на храмовую гору. Только когда он находится в обществе каком-то, в общине, они могут подняться и принести жертву. И даже сегодня это сделать можно, и мы будем об этом еще говорить в книге Эзры. Но сейчас переходим к как раз пасхальным жертвам. Мы остановились. Итак, мы закончили пять пунктов, пять моментов, о которых рассказывали наши мудрецы, которые не доставало во втором храме. Последний из них это шхина. И мы остановились на стихе 6 глава 19 стих. там рассказывается о том, как был запущен в действие второй храм, введен в действие второй храм, был ханукат Абайт, и были принесены пасхальные жертвоприношения. И совершили сыны Израиля, изгнание, прошу прощения, жертвоприношения пасхальные в 14-й день первого месяца, потому что очистили священники левиты как один, все чисты и зарезали жертву пасхальную для всех сынов изгнания, и для братьев своих, священников, и для себя, и ели сыны Израилевы, возвратившиеся из изгнания, и все отошедшие от скверной народа в земли, и присоединившиеся к ним, чтобы искать Господа Бога Израиля. Небольшое введение в трактате «Пора». Нет такого трактата в Вилонском Талмуде, а есть «Мишна-Йод». Там говорится о том, что есть разные виды сооружений для наших ритуальных служений. Один называется «Мишкан-Бешли-Муто». Что такое «Мишкан-Бешли-Муто»? Это тот же «Мишкан-Бешли-Муто», который с Кинья, которая была построена еще, может, в пустыне. По ее подобию был «Мишкан» какое-то время в Гильгале, потом он был в 369 лет в Шило, и пока не был разрушен филистимлянами. И вот «Мишкан-Бешли-Муто» это «Огель-Бешли-Муто», «Огель-Натуй», построенный шатер, потому что «Мишкан» это был шатер, сверху не было постоянной стационарной крыши, а были различные ериот из различных материалов, шкур, козьих, и тахашей. В Шило уже были не деревянные стены, а каменные стены, но по-прежнему крыши не было, по-прежнему были те же ериот. И вот такой «Мишкан», в котором есть внутри «Ковчег-Завета», он называется «Мишкан-Бешли-Муто». Мишкан в своей цельности, полный «Мишкан». Что-то можно приносить, какие жертвы? Все. Их очень много, классифицировать их уйдет много времени. Нужно чертить таблицы, смотреть и иметь их перед глазами, потому что жертв очень много. Но мы разобьем сейчас, для нас очень будет важно понять, жертвы, какие можно было приносить в одном виде сооружений, в другом и третьем. Итак, у нас есть жертвы, которые постоянные, самые частые, самые необходимые. Обязанность приносить их всегда. Жертвы. Курбан-Тамид утром и вечером. Например, в Новомесяче в Рошходыш приносит, как сегодня, сегодня Рошходыш, Рошходыш Шват, сегодня обязаны приносить жертвы. Когда был храм, дальше, есть праздничные жертвы, тоже постоянные. Теперь, есть частные жертвы. Олот венедарим, недавод. Человек пообещал, человеку хорошо живется, человек вышел живым из операции, после операции какой-то тяжелый, из какой-то передряги, заработал денег, хочет вылечиться и лишнего, и пообещает что-то принести ему в жертву. Это вот частные, личные жертвоприношения, и есть общественные жертвоприношения. И почему нам важны именно вот эти три вида этих жертв? Потому что существовал Мишкан Башлемутуха, говорит Мишнабы Пара, существовал Бамагдула. Что такое Бамагдула? Бама – это подмостки сегодня, в театре, театральные подмостки. Бама, на самом деле, это не курган большой с жертвенником, как, например, я представлял до какого-то момента пока не где-то что-то там увидел правильный Деврей Тора, правильное объяснение этому. Бамагдула – это тот же Мишкан, построенный, как он есть, со стенами, с забором, с шатром, но только внутри нету Ковчега Завета. Такое, например, после разрушения храма Мишкана в Шилове находились с темлянами. Скорежали Завета, находились в Кириат-Яарим, там, где сегодня Теллистоун построен город, или Абугош, черкесская деревня, находился в одном доме, скорежали были там, и Ковчег Завета. А Мишкан стоял в городе Нов. Отдельная тема, опять же, почему это так, 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 так произошло, но, то есть, был Мишкан с жертвоприношениями, с жертвенником внутренним, но, внутренним и внешним, но, без Ковчега Завета. И вот это место называется Бамагдолла. Так вот, на это Бамагдолла можно приносить все тоже жертвы, кроме общественных жертв, которые не ограничены временем. То есть, допустим, жертва постоянная, ежедневная, утренняя, вечерняя, она ограничена временем, или у которой есть постоянное время. Новомесячи тоже ты не можешь принести посередине месяца эту жертву. У нее есть определенное время, как суббота наступает в определенное время с выходом звезд и заканчивается. вот, сейшаббат, также с определенным выходом звезд на небесах спустя сутки. есть жертвы, которые можно было приносить общественные жертвы, например, грехоочистительную жертву за какое-то общество от общества, но ты ничем не ограничен, ты можешь принести ее завтра, ты можешь ее принести послезавтра, так вот, эти жертвы, бомагдолла, на больших, большой жертвенник или центральный жертвенник, как-то перевести, на центральный шатер без ковчега завета, вот там эту жертву принести нельзя. Была еще бомагдолла, бомагдолла, это жертвенник, который каждый человек имеет право построить у себя дома. Когда был храм в Шилло, мешкан в Шилло, нельзя было принести больше нигде жертвы. Когда был построен первый храм, нельзя стало не так же и даже на бомагдолла, нигде нельзя было больше принести жертвы. Но в тот момент, когда был разрушен храм в Шилло, мешкан в Шилло, и был нов бомагдолла, вместо, без Ковчега Завета, в это время можно было приносить жертвы на частных каких-то жертвенниках в каждом доме. Наверняка в каждой деревне был какой-то жертвенник. И там человек мог приносить какие жертвы? Собственные. Не Корбан-Тамид. Это центральная жертва только в центральном месте. Или Баба-Магдолла. Только жертвы, как мы сказали, недовод, какие-то пожертвования и Олот. То есть, какие-то от себя, подарки Всевышнему, благодарность Всевышнему и так далее. Что у нас получается? У нас получается, что второй храм, это была Баба-Магдолла. У нас была святая святых. У нас был храм. У нас было здание Гейхал. Все было. Все внешне. Еще и крупнее даже он был. Стены все отстроено. Это жертвенник внешний. Но внутри нет Ковчега Завета. Ну, только что мы сказали. Так он там где-то внизу. Он должен быть здесь на месте. Святая святых. Так это получается даже не Мишкан. Это не храм. Это Баба-Магдолла. А как же нам не приносили пасхальные грехи, очистительные жертвы, о которых мы прочитали сейчас? Что это были за жертвы? Это были жертвы неустановленные, непостоянные, с которыми нет проблем во втором храме. Это были жертвы, которые были принесены, их написано, 12 жертв, которые были принесены за народ Израиля и за его грехи, наших праотцов, в первого храма. Когда двенадцать колен грешили, а вода зора и дала поклонством. И вот сейчас, когда только храм был введен в действие, введен в строй и появилась возможность приносить жертвы эти, сразу же они были принесены. И остается у нас вопрос, а как их можно было принести? Такие жертвы, которые обладают статусом, входят в категорию жертв общественных, неличных и жертв, которые не ограничены временем, или у которых нет постоянного времени, как их можно было принести в этом месте, в втором храме, где не было ковчега завета. И мы остановимся на этом и начнем следующий урок с объяснения, как они могли принести эти жертвы, как вообще евреи или коины могли очиститься, ведь не был нужен пепел красной коровы сожженной. Как они могли очиститься, как это происходило во временах Хискияу, и почему нужно было принести именно жертвы вот такие, 12 жертв, почему было сырый зим, козлов, коз, ну, козлов, ам, эз и зайдок. Почему нужно было именно их, этот вид жертв, этот вид животных взять для этой жертвы, обо всем этом и о многих других интересных вещах мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok